Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь датчика температуры на выходе, высокая, что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes, Sprinter, Ford, GMS, Chevrolet и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, сохраненный код P2045 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил чрезмерную степень напряжения в цепи датчика температуры восстановителя, Этот код выставлен исключительно для автомобилей с дизельным двигателем с чистым горением, каталитическая система отвечает за снижение, в основном, всех выбросов выхлопных газов, хотя некоторые применения также оснащены ловушкой NOX, системы рециркуляции выхлопных газов, EGR, делают еще один шаг в сокращении выбросов NOX, Тем не менее, сегодняшние более крупные и более мощные дизельные двигатели не могут соответствовать строгим федеральным, США, нормам выбросов только с помощью EGR, дизельного сажевого фильтра, каталитического нейтрализатора и ловушки NOX, именно по этой причине были изобретены системы селективного каталитического восстановления, СКВ, системы ССР впрыскивают восстановитель или дизельную выхлопную жидкость, DIF, выхлоп перед дизельным сажевым фильтром, уловителем NOX, или каталитическим нейтрализатором через клапан впрыска восстановителя, соленоид, точно синхронизированный впрыск DIF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет ему работать более эффективно, это увеличивает долговечность фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу, Вся система ССР контролируется и контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, в любом случае, контроллер контролирует датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DIF восстановителя, точный впрыск DIF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ, Насос подачи восстановителя, регенерации используется для создания давления DIF в системе жидкого восстановителя для использования, когда это необходимо, PSM контролирует напряжение питающего насоса на предмет постоянных колебаний и процента нагрузки, PSM также контролирует один или несколько датчиков давления в системе подачи восстановителя, чтобы определить, есть ли утечка в системе. Если PSM обнаруживает слишком высокое напряжение в цепи датчика температуры восстановителя, превышающие допустимые параметры в цепи, будет сохранен код P2045 и может загореться индикатор неисправности, MIL, многократные циклы зажигания, с отказом, могут потребоваться для освещения MIL, пример резервуара для восстановителя DIF, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P2045 следует считать строгим и адресованным как можно быстрее, система SSR может быть отключена из-за этого, повреждение катализатора может возникнуть, если условия, которые способствовали сохранению кода, не будут своевременно устранены, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P2045 могут включать, снижение эффективности использования топлива чрезмерный черный дым из выхлопных газов автомобиля, снижение производительности двигателя, другие коды, связанные с SSR, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть, неисправный датчик температуры восстановителя, обрыв или короткое замыкание в системе датчика температуры восстановителя, плохой контроллер SSR, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неисправностей P2045. Для диагностики кода P2045 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, о-метр, DVOM и источник специальной диагностической информации автомобиля. Вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, ТСБ, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, СС и выставленные симптомы, если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию, используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз, если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска в источнике информации о вашем автомобиле диагностических блок-схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов, шаг 1 используйте DVOM для проверки датчика температуры восстановителя в соответствии со спецификациями производителя, компоненты, которые не проходят испытания в пределах максимально допустимых параметров, следует рассматривать как дефектные. Шаг 2. Если фактическая температура восстановителя находится в пределах технических характеристик, код P2045 сохраняется, а соответствующий датчик находится в рабочем состоянии, используйте DVOM для проверки цепей входного и выходного сигнала между датчиком температуры и контроллером PSM, скоротключите все контроллеры перед использованием DVOM для тестирования, коды датчиков температуры восстановителя обычно относятся к неисправному или отсоединенному датчику.